Всем привет, дорогие друзья, с добрым утром. Сегодня 2 февраля. Почему никогда невозможно запомнить, я не понимаю. Сегодня 2 февраля, просто мы не можем... Ты должен говорить как Захару, потому что я заменяю Захара, типа на дворе 2 января и у меня не получается избрать Захара. Не, нормально, ты уже перепутал дату. 2 февраля, сегодня добрый день, с вами Артаваст Муродян, Артемий Козлов. Это я. Чуть не сказал Артаваст Козлов. Артаваст Козлов. Да, и Артаваст Болотский. Мини-мы, мини-Артаваст. Армия Артавастов. Говори. Говорю, хорошо. Всем привет еще раз, собственно, все, мы готовы начинать. Мы готовы начинать, но на самом деле... На самом деле нет. 2 новости, которые я хотел огласить до того, как мы перейдем к новостям. Даже 2 уже, давай. 2. Первое, во-первых, вчера в 16.00 ровно на сайте появилась рецензия на XCOM 2. Да. Обязательно почитайте. Я уже прочитал. Как тебе? Отлично. Ну, меня немножко расстроило, но виноват мне рецензия. Ага. Ну, собственно, то, что расстроило Степана, также известного, как Станислава. Станислав Степанчик. Степан. То же самое расстроило меня, то есть я солидаренец с ним. Вот, в остальном, конечно, вообще прям послезавтра. Тут должен быть ответ на самый главный вопрос, на тему того, что остался ли в XCOM random, да, остался. Появились новые возможности с ним бороться, да, появились. Рандом это неотъемлемая часть XCOM. Определенно. На этой неделе, в конце прошлой, примечательная ситуация, когда, может, вы слышали о таком канале на YouTube, который называется Fine Brothers. Это ребята, которые делают видео в порядке, там, не знаю, дети или старики, реагируют на какую-нибудь модную вещь из интернета, или там на Gangnam Style какой-нибудь, еще что-нибудь в этом духе. И канал, само собой, очень популярный, формат очень популярный. И не так давно, где-то в общем середине прошлой недели, они зарезервировали торговую марку React, то есть реагируют. То есть вот название из их вот этих видео, они зарегистрировали это слово как торговую марку. Что, само собой, влечет за собой многие интересные моменты, вроде того, что как только кто-то захочет сделать видео типа того, что делали они, а за главе того, как кто-то там реагирует, они могут там повесить копирайт-страйк и очень сильно всех расстроили. То есть у, как там его, у Урганта теперь есть проблемы? Вроде того. Потому что у Урганта, по-моему, в шоу есть что-то такое. Ну, на самом деле, проблемы уже нету, потому что эта история разгоралась на протяжении всего вот этого уикенда. Люди, само собой, были дико недовольны, они заливали дизлайками все их видео, причем начали отписываться с какой-то космической скоростью и нашли адвоката. Причем на Reddit есть человек с ником VideoGameAtorny, то есть видеоигровой адвокат, который все время всем помогает со всеми этими делами. Я даже знаю, что у него на аватарке. Нет, не Феникс Райд, и не Харви Бёрдман, и никто вообще из этого. Харви Бёрдман был бы вообще отличным. Ну, в общем, да, его зовут Райан Моррисон, он там помогает Redditor'ам со всякими там делами. И, в общем, все закончилось тем, что на товарищи надавили, они такие, ну, что-то мы ошиблись. Конечно, наверное, не из добрых побуждений из-за того, что у них там попа сжалась, из-за того, что начали люди отписываться с космической скоростью. Ну, и вроде бы как все свои вот эти заявки на торговую марку отозвали, и история закончилась хорошо. Общество победило. Сейчас нужна какая-то героическая музыка, наверное. Ну, я не знаю. Тема победы из Final Fantasy. Представь, что она тут была. Я типа Клауд, у меня тут меч крутится. Тема победы из Final Fantasy. Что это тут? Да, да, да. Отлично. И вот так вот люди делают там всякие. Да, вроде того. Позы, да, мы победили. Отлично. Перейдем к новостям игровым, но не игровым. В общем, вне индустрии такая у нас новая рубрика появилась. Пока нет Захара, мы творим все, что хотим. Рассказываем о новостях, которые вообще никак не связаны с играми. Но, тем не менее, весна отменяется. Сурок-предсказатель умер за день до дня сурка. Очень грустная новость о том, что, ну, если вы не знаете, есть фильм «День сурка», во-первых. Если, ну, совсем не имеете представления, как это работает. Ну, в общем, есть такая традиция. Американцы, они ходят к сурку, которым предсказывает приход весны. Так вот, к сожалению, этот сурок погиб за пару дней до дня сурка. Да. И теперь там траур, и весны не будет. А причину смерти огласили? Нет, кстати. Но там очень грустная история. Я вот сейчас читаю тут английская версия. Типа, она вела себя так же, как она обладает себя обычной. Ела себе морковку. Но, когда мы пришли к ней этим вечером, она уже умерла. Да. У нее вообще очень тяжелая судьба. У нее там один из родителей погиб под машиной. И там и так далее. В общем, грустно быть сурками. Маму загрызла собака. Да. А, собака загрызла. Почему? А про машину? Не знаю. Ну, машин собака. Да. Вообще день сурка сегодня. Но в городе траур. И поэтому, я, кстати, забыл, что за город. Сейчас. Виннипек. Вот. Да. Это Виннипек, да. Там траур. В общем, не будет там дня сурка. Поэтому, если вы вдруг хотели съездить в Виннипек на день сурка, у вас ничего не получится. Честно говоря, я, в принципе, понимаю ее. То есть, за день до этого она просто проснулась в этот момент, съела свою морковку и думала, блин, завтра опять эти ушлепки ко мне придут. Да, да. Будут смотреть на меня и говорить, а-а-а, скажите, что они там ей обычно говорят. Да, да. Сколько, сколько. Когда весна придет. Ну, да. В общем, такая, ну, глупая, курьезная, но грустная новость, которую мы сегодня решили начать этот день. Но сегодня все-таки день сурка. Перейдем, ладно, к основному блоку, наверное, не будем усолить. День сурка. День сурка. В общем-то, это вся новость, по большому счету. Они еще показали новый трейлер, в котором показывают то, что, в общем-то, показывали до этого. Если кто не в курсе, это та чудесная игра, в которую делают... В общем, польский шутер, который, наконец-то, зашибись. Знаешь, у меня есть ощущение, что, чтобы описать эту игру, можно двумя другими играми. Это, в общем, создатели решили скрестить Брейд и Киллер Севен. Возможно, да. Вот очень похоже. Вот я играл в Киллер Севен часа три, наверное. У меня остались четко такие впечатления в игре. Тут нет такого, что там, не знаю, на фоне смеется сумасшедший. Нет, нет, я имею в виду абсолютно визуальный стиль из первых пару часов игры плюс Брейд. И, мне кажется, вот у них получилось. Ну, плюс-минус, на самом деле. Вот полигональные фигурки, на самом деле. Вот единственное, по-моему, что там есть и с Киллер Севен, потому что с Киллер Севен он гораздо более такой искаженный. Не, 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 я исключительно про визуальный стиль, а не про там какую-то красоту, которая там творит. В общем, да, это та игра, в которой пули и враги приходят в движение только тогда, когда движетесь вы. Да. По большому счету, это не столько даже шутер, сколько пазл какой-то, потому что... Ну, да, Frozen Synapse я еще вспомнил в этот момент. Любую тактику, где можно поставить на паузу и любить там что-то по ходу дела. Ну, грубо говоря, да, это просто игра, в которой шутер, в котором у вас всегда есть время подумать, куда вам дальше идти. Но при этом вы умираете с первого раза. Если, кстати, интересно, можете погуглить. Во-первых, в сети есть демка, там, типа, какая-то ранняя-раняя альфа, которая показывает сам по себе концепт. Во-вторых, есть чудесный мэшап Superhot и Hotline Miami. То есть игра, которая играется как Hotline Miami, вид сверху, маленькая фигурка, люди умирают с одного выстрела, но как Superhot все двигается только, когда двигаетесь вы. Тоже, в принципе, очень милая версия. Еще больше похоже на Frozen Sinus. Да, пожалуй. Вот. Игра вышла на Kickstarter в мае 2014 года и собрала 250 тысяч. И разработчики радостно. Нет, она крайне концептуальна, крайне интересно смотрится. И да, она прикольная. Ну, она прикольная, ее нужно постримить Артемия, обычно я так говорю. Ну, так как ты сейчас здесь. Ну, ладно. Но все равно в конце февраля выходит. Да, да. Ладно, перейдем дальше. Игрокам дадут выбрать мартовскую бесплатную PS Plus игру. Уже не первый раз такая тема. Да, там выбирали между... А? Да, всего лишь второй. Выбирали, по-моему, между Армелло и чем-то еще. Я не помню, я за что-то даже проголосовал. Там зомби-викинг, что ли, тогда были? Да, Армелло и зомби-викингс. Да, и зомби-викингс, по-моему, победили. Нет? А, да-да-да. Вот я голосовал, по-моему, за зомби-викингс. Или что-то со словом зомби, по-моему, не суть. Соня предложила игрокам выбрать игру, которая войдет в мартовскую подборку бесплатных игр. Выбор-то не очень. Голосовать предстоит за Assault Android Cactus. Мне только название. Вот я за название готов за эту игру голосовать. За название голосуй, потому что вещь блестящая. А Action Hank вообще не знаю, что это, к сожалению, и Bro Force. Я могу рассказать, на самом деле, потому что, по-моему, выбор совершенно... Ты во все играл из этого? Я видел Action Hank, но не играл в него, в остальное играл. Но тут, по-моему, в принципе, очевидно, что в итоге победит. Bro Force по-любому победит. Очевидно, потому что ставить вот эти две игры, более-менее малоизвестные, рядом с Bro Force, это просто... Да, ну то есть, это как с Gone Home было тогда. То есть было понятно, что Gone Home победит. Единственный плюс в этой ситуации в том, что те игры, которые не выберут, там получат какую-то скидку в PS+. Ну, в общем, Assault Android Cactus — это очень крутой Bullet Hell. Причем очень разнообразный. Там много-много разных персонажей, конечно, там кибишные девочки. Кооперативный четырех. Да, ну просто это очень крутой Bullet Hell, в котором классные пушки, которые круто ощущаются, классные пауэрапы, которые там все вообще переворачивают и классно ощущаются сами по себе. И, в общем, это в целом весело. Тупо, но весело. Примерно как и Bro Force, но... Bro Force... Он классный, но везде уже сколько-то. Ну, Bro Force, по-моему, есть уже у всех вообще. Вот я тоже так думаю. Он уже два года как у всех есть, с тех пор, как он появился в Early Access. Так что поголосуйте там вон за... За как? Давайте, парни, победим. А Action Hank — это, если что, такой Sonic, из которого убрали варианты, куда тебе идти. То есть это, грубо говоря, практически раннер, потому что ты бежишь по вот этой вот... Раннер на ПК? Ну, это Sonic, у которого убрали поиск секретов и альтернативные пути. Просто вот полоса, где ты брыдешь красиво и быстро. В этом что-то есть, но... На мобилках есть эта игра? Понятия не имею, по-моему, нет. Ну, неважно. Ладно, а Bro Force, ну, все и так знают, там тоже кооператив на четверых же, по-моему. Причем абсолютно необязательный, потому что практически ничего этой игре не дает. Да, просто безумие, бегаете, стреляете, все очень красиво в стиле боевиков 80-х, прям... Ну, там, да, фишка в том, что вы бегаете и насаждаете повсюду демократию. Да, да, прям... В лучшем ее виде, в лучших из ее проявлениях. Да. Там вы играете за персонажей, которые вроде бы как на самом деле Арнольда Шварценеггера, да Сильверсия Сталлоне, да Киану Ривза, но на самом деле нет. На самом деле это Брэмбо, Броминатор и вот эти вот все. Брэмбо мне нравится. Да, там, блин, что-то мне больше всего нравилось. В общем, там даже Эллен Рипли есть. Я не помню, как ее назвали, но... В общем, там, да, довольно прикольно, но в принципе, я думаю, все и так знают про Брофорс более чем. Хотя даже ребята стримили, вы же стримили, да, на прошлой неделе, да? Я стримил. Даже ты стримил? Да. Да, я даже не помню. Ладно, поехали дальше. Лучшая новость. Лучшая вообще просто, я читал. Фрайдэй, Дэфирт, Дэгейм, Дэгейм, Дэмуви, Дэгейм. Тут нет Дэмуви, тут есть только Дэгейм. Жаль. Джейсон сможет убить игрока Шезлондон. В общем-то, все. Все. Я читал эту новость, когда там перечисляют, как ты можешь убить и чем ты можешь убить. Я думаю, блин, вообще, она же ужасно жуткая должна быть. Либо супер омерзительная, либо какая-то супер нелепая. Мне кажется, скорее второе. Скорее, да, супер нелепая, потому что... Хотя может быть всякое. Там фишка в том, что была игра, которую делали ребята сами по себе. У них не было ни лицензии, ничего. Просто сделали что-то очень похожее на Пятницу 13-е, чтобы там был кто-то очень похожий на Джейсона Вурхиза. Но потом к ним пришли люди, которые обладают лицензией, и сказали, а давайте-ка вы вот эту вот свою фигню назовете Пятницей 13-е и сделаете место человека похожего на Джейсона Вурхиза Джейсона Вурхиза. И, в общем-то, как-то... Ну, в итоге, окей, возьмем модельку из Mortal Kombat. Вот, кстати, вариант чудесный. Ну, да, кроме того, что модельку показали... Да, они рассказали про все убийства, варианты убийства. Представили набор убийственных анимаций, которые смогут использовать игроки в роли Джейсона. Кровожадный маньяк в хоккейной маске сможет оторвать ногу своей жертвой или снести верхушку черепа, ударить о дерево спальный мешок со студентом, перерезать противнику горло и засунуть его в туалет, сломать позвоночник ударом ноги или же сложить жертву пополам с помощью пляжного шезлонга. Они больные. Они больные люди просто. Я не знаю. Ты как девочка или как кто-то, кто не играл в Мэнхан? Я не играл в Мэнхан. Слобак. Потому что я смотрел... Потому что он сложный, я знаю. Нет, я смотрел ролики, думаю, блин, в чем прикол, ты убиваешь невинных людей. Они не невинные. Ну ладно, не невинных людей, но все равно, ну то есть ты просто ходишь и жесточайшим образом... Мне не доставляют удовольствия. Кинцо снимаешь, как Дэвид Кейдж. У тебя эмоции, эмоции клещут. Я как Дэвид Кейдж, я не хочу быть как Дэвид Кейдж. Я хочу потреблять то, что делает Дэвид Кейдж. Потому что делать Beyond Two Souls я не хочу вообще. В худших своих снах мне это снится. Понимаешь? Ну, конечно, я бы хотел поработать с Эллен Пейдж и Уильямом Дефо, но все равно. Там нет Эллен Пейдж, потому что Rockstar мне дали, наверное, добро на третью часть. В третьей части точно был бы Уильям Дефо. Ты же смотрел Антихриста? Знаешь, что с ним там было? Да, великолепный фильм. Да, чудесный фильм. Не смотрите, дети. Да, дети не смотрят. 21+, это не шутка. Так, самый страшный фильм в моей жизни, кстати. Очень жуткий. Если проецировать на себя, то, пожалуй, да. Не, вообще в целом, очень страшное кино. Ну, не то чтобы очень страшное, но вот тот момент, там, где с камнем, я... Не-не-не, там, ну, то есть, когда вот про ботиночки узнаешь, про детские бомбы. Да плевать на ботиночки. Я просто примерил это на себя, и мне стало так неуёпно. Вот это как раз таки не главное. Вообще, ладно, о чём мы вообще говорим? Джейсон Вурхиз пробуждает худшее в нас. Ну, выбирается игромания. Окей, ладно. Да. Ладно, поехали дальше. Sega призывает воевать вместо любви. Новость просто царская, одна за другой. Sega традиционно уже 14 февраля в 21.00 хочет провести по московскому времени, если что. Ежегодное мероприятие Make War Not Love, оригинальное название, которое организует компания Sega, собственно, о чём я сказал. Во время этого события пройдёт дружеское состязание среди поклонников игр студии Relic и Creative Assembly. Участвовать могут все желающие на протяжении нескольких дней. Мероприятие продлится до 20 февраля. Игрокам нужно как можно больше играть в Total War Attila и Warhammer 40 000 Down of War 2 от Relic, соответственно. Во время мероприятия эти игры будут продаваться со скидкой 75%, а 19 и 20 до полуночи по московскому времени и вовсе станут бесплатными. Играя в эти проекты, участники состязания будут зарабатывать очки победить сообщество, набравшее больше всего очков. Мне кажется, победят Creative Assembly. Потому что никто больше не играет? Хотя с другой стороны нет. С другой стороны должны победить Relic, потому что люди до сих пор пекутся на тему Warhammer, при том, что Relic, когда последний раз они сделали какую-то игру? Очень давно. Вот именно. Ну все ждут, все молятся. В моих глазах фанаты Creative Assembly это люди, у которых, во-первых, все эти игрушки давным-давно есть, а во-вторых, которые не будут размениваться на такую ерунду и будут просто вести там свою Византию к победе. Или Армению. Армению тоже. Я вот ввел Армению, когда играл. Сегуна. Ром. Ну ладно. Нет, в Риме там копейщики были армянские, они вообще братюни. Ну что, будешь вести вперед Армению в Вархаммере. Да, да. Так вот, каждые 8 часов участники лидирующего сообщества будут бесплатно получать часть проектов из каталога Sega, тогда как на другие игры будут действовать скидки. Вы видели, и состязания получат контент для той игры, в которую они, соответственно, будут играть. Дополнение к Вархаммер 40К или, ну, соответственно, к Total War. Удачи, фанаты этих игр, я даже не знаю, что пожелать еще людям. Ну, это какие-то очень специфические фанаты, у которых до сих пор нет этих игр. Ну, дополнение к этим играм. Я задачу. А, ну, дополнение это все меняет. Не, ну, это неплохой способ привлечь людей, которые... Я, например, не играл никогда в Warhammer Dawn of War 2, ну, было интересно, но как-то, ну, ну, не сложилось, не знаю. Тут бесплатно будет, почему бы не попробовать. Нет, на самом деле, что я в этом вижу хорошего, я вижу в этом хорошего, то, что может быть. В чем проблема подобных игр, в том, что велик риск, что когда-то у них комьюнити рассосется, никто на них не будет играть, мультиплеер в том числе. Мультиплеер это, может, не будет, но комьюнити не рассосется. Нет, вот я представляю себе именно вот как повод собрать людей, поиграть снова в эти игры, вспомнить, что в них, оказывается, есть крутой мультиплеер и форсировать как раз вот этот экшен. Нет, в целом с Total War'ом все нормально, как бы у него там комьюнити никуда вроде рассасываться не собирается. Я не знаю, как дела у Dawn of War. Вот, а у Dawn of War, да, давно ничего не выходило и все ждут, и, возможно, это... Ну, возможно, это такое, типа, мы сейчас чуть-чуть напомним, а потом, может, и анонсируем что-нибудь. В конце концов, скоро Е3 уже, всего лишь через полгода. Да, вот. Да. Все, поехали дальше. Джонатан Блоу признался, что всего за неделю было продано едва ли не больше копий The Witness, чем копии Брейд за целый год. Что, на самом деле, фактическая ошибка... Ты знаешь, сколько Брейд за год реализовал? Я не знаю, во-первых, но, во-вторых, мне надо дать пинка редактора новостей за то, что тут фактическая ошибка, элементарная, потому что тут речь идет не о количестве копий, а о количестве именно дохода чистого. То есть, даже не дохода, то есть, я опять забыл разницу между доходом и выручкой, но, в общем, вот те деньги, которые они получили. Он не говорит про доходы, он просто говорит про продажи. Там дальше уточнялось, что речь именно идет о чистых деньгах, которые пришли. То есть, догнать по копиям Брейд достаточно сложно просто за счет того, что, во-первых, какая была шумиха вокруг Брейда, во-вторых, сколько он тогда стоил. Он стоил намного дешевле, чем Уитнес, то есть, там, по-моему, 15, что ли, баксов. Уитнес стоит 40, что достаточно существенно и многих отталкивает, потому что, ну, пазл, пазл, господи, 40 баксов за пазл, что за фигня. Ересь, на самом деле, редко знаю, но про Уитнес, я думаю, поговорим как-нибудь чуть позже, потому что сказать хочется очень много разных вещей. Успеем. А ты что, постримишь, может? Я не думаю, что это та игра, в которой нужно стримить, потому что это та игра... Ну, ты же хочешь поговорить? Я хочу поговорить, но, наверное, я запишу мнение. Ага, ну, ладно, доставим тебя прямо здесь. Вот как-то так. Ну, да, замес в том, что игра получила вот столько денег, в принципе, по деньгам она нормально так отбилась и дальше, наверное, будет лучше, может, хуже, но, блин, сколько времени прошло, всего неделя, я думаю, дальше будет лучше, особенно учитывая то, какой вокруг этой игры хайп. Ну, собственно, да, за несколько дней до этого Джонатан Блоу еще жаловался в Твиттере, что разобрали всю игру на торрентах, что у нас сейчас самая популярная. Вообще, в целом, вот воровать инди-игру, для меня это вообще как-то очень странно. Ну, игру за 40 баксов. Ну, все равно, ну, ты понимаешь, ну, то есть, это, ну, не просто украсть, а украсть у бездомного ребенка. Ну, то есть, примерно так. Я бы не сказал, что Блоу бездомный ребенок. Ладно, у бездомного взрослого. Он сдомный. Ладно, в плохом доме живет, без газа. Он индивидуальный предприниматель, заработал дофига денег на шаурме. Вот примерно такая, скорее, аналогия. То есть, хозяин сети шаурмячных. Ну, все равно странно, ну, как бы... Сеть шаурмячных, где цитируют, там, не знаю, Бодрияра и Уильяма Кроуфорда. Да. Ну, в общем, он жаловался и писал, что, скорее всего, ну, возможно, из-за этого не получится сделать следующую игру. Но вот, спустя несколько дней, он узнал, что прибыль такая же, как у Брейда, за год была. И такой, все, можем выдохнуть. Следующая игра будет такая же или дороже. Ну, такая же по бюджету, либо даже дороже. Ну, было бы круто, на самом деле, потому что пока такие девелоперы могут тратить семь лет на то, чтобы сделать свою игру и при этом зарабатывать с ней еще какие-то деньги, это круто, просто потому, что из этих вещей получается что-то такое очень специфическое, но классное по-своему. Ну, в виднесс надо играть, потому что смотреть на это невозможно. Я пытался посмотреть два стрима, я уже миллион раз, помню, это рассказывал. Ни в коем случае смотреть за стороны не надо. то есть вообще, ну, то есть ты смотришь, ну, что за хрень? Ну, вот это неинтересно смотреть просто. Там все крутые моменты приходят из того, что ты приходишь к какой-то головоломке и ты все еще думаешь, что вот эта игра про то, как нужно провести там линию из одной точки в другую и типа, ей, я умный, я догадался, как отделить черные квадратики от белых. Это на самом деле классный симулятор расовой сегрегации, но это не важно. И в какой-то момент ты понимаешь, что оказывается во всем этом гораздо больше, чем просто вот отделение одних точек от белых и на самом деле эта змейка, это не просто змейка, а вот, грубо говоря, как у тебя курсор, прицел в шутерах, только змейка. Ну, потому что говорить, что Witness это игра про лабиринт, это вот реально примерно как говорить, что Counter-Strike это игра, в которой ты просто вводишь мышкой и нажимаешь на левую кнопку. Может быть, ты просто из тех людей, которые любят говорить, я думаю, автор хотел сказать. Не-не-не, ни в коем случае, там речь не об этом, там именно в плане механик очень круто, то есть, они начинают эту змейку использовать так, как ты ее в принципе не ожидаешь увидеть и просто в какой-то момент доходит, что ты начинаешь в окружающем тебя мире видеть этих сраных змей и хотеть, вот сейчас вот я вот, например, вижу вот у нас там свет, вот там вот штепсель из него торчит, я хочу нажать вот этот штепсель и провести по проводу чертову змейку. Я вижу в этом долбанную базу. Вы понимаете, что игра Witness делает с людьми, будьте осторожны. Определенно. Следующая новость меня несказанно порадовала. Bethesda вернется на Е3. Уже как второй год Bethesda планирует провести свою пресс-конференцию в преддверии, так сказать, пресс-шоу, когда проходит, за несколько дней до Electronic Entertainment Expo. Все правильно, да? Electronic Entertainment Expo? Да. Да, великолепно. 2016. Да, которая пройдет в Лос-Анджелесе, напомнишь, с 14 по 16 июня. И где не будет Electronic Arts. И где будет рядом Electronic Arts. Так вот, Bethesda, сразу после того, как Electronic Arts, это, наверное, были первые, кто о своей конференции, ну, не конференции, вам шоу рассказал, напомни, Electronic Arts сделает отдельную маленькую выставку своих игр, тоже с 12 по 14 июня, рядом с E3. Вот, с 14 по 16 будет самой E3, а 13 будет пресс-конференция в Bethesda в 6 часов утра по московскому времени. Вы понимаете, почему я расстроен немножко? Ты рад, Артемий? У тебя будет 8, по-моему, да? Угу. Классно проведем? Да, нормально. Проведем же, да? Да, отлично, приходите. Да так вот, и это не шутка даже. Ребята в Твиттере, ну, ребята из Bethesda Softworks выложили в Твиттере картинку, на которой изображены герои их игр из The Evil Within, Dishonored, Fallout, The Elder Scrolls 5, Skyrim и Wolfenstein, и еще и Doom. Ну, и такая надпись Are you game? Ты игра. Are you game? Вот. Ну, ты еще что-то не то сказал. Меня это очень сильно задело. Что? Ты задаешь эти вопросы, которые, я считаю, неприемлемы совершенно в этой ситуации. Прости, что я спросил, играли ли ты. Ну, я просто повторяю то, что написано. Ты взгрустнул, Артемий. Не плачь. Так вот, актерская минутка закончена. На самом деле, это не актерская минутка, мне просто нужно было поспать. Нет, мне просто нужен был повод шмыгнуть, потому что я простыл немного. Ты можешь без повода шмыгать. Это будет некрасиво. Я разрешаю добро. Так вот, я очень рад, потому что прошлая пресс-конференция, хоть и Fallout 4 получилась не такой, как все хотели, большинство людей хотели, скажем так. Конференция была все равно очень крутая, и 40 минут или сколько они там посвятили Fallout, и я был несказанно рад. В этот раз, ну, очевидно, что будет тоже какая-то игра, вокруг которой будет все строиться. Да, это говорит прежде всего о том, что у VTES есть что показать. Да. То есть это будет явно не одна какая-то вещь, причем, скорее всего, это одна вещь будет реально какой-то бомбой. Да, скорее всего, ну, то есть из старых игр, если говорить, то это, наверное, они будут говорить, ну, может быть, появится Evil Within 2, чего, в принципе, я бы очень хотел, как и Ян Кузовлер. Я бы это не исключал. Может, это будет не Evil Within, но вот новая игра от вот этих вот этих вот... Синдемиками? Ну, его студия, я не помню, как она называется. Да. Dishonored 2, по-моему, выходит когда? В конце года. В конце года, поэтому наверняка что-то по нему покажут. Возможно, возможно, нас ждет что-то... DLC к Фалачу. Вот я хотел сказать, что может быть все-таки Obsidian и Fallout, но это, конечно, из... Да, я хотел сказать, что скорее всего будет DLC к Фалачу, и этому, в принципе, я тоже рад. С броней для коня. Без коня. Вот. Все, естественно, будут ждать нового Elder Scrolls, но скорее всего ничего не будет. Я думаю, что не будет. Рано еще. Ну, в любом случае, у BTS довольно много студий сейчас уже загашники, может, они еще кого-то подпишут. Все ждут еще нового Wolfenstein. Машингеймс, именно. 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 Нового Wolfenstein предыдущего встретили очень тепло, и критики, и пресса, господи, и игроки, и пресса, и поэтому, я думаю, что вполне реально. Возможно, это даже будет игра выставки для них. Ну, посмотрим. Все, ждем Е3, я уже рад, что появляются новости, потому что, скорее бы, лето. Новость, которая явилась под заголовком «Недня без Дивижн». Дивижн! Ну, Дивижн. Э, ладно. Я уже перехайпал. анонсировали первую, вернее, дату первого открытого бета-тестирования, которое пройдет. Ну, не, не анонсировали, это слух. Слух. Xbox Italy слил флук. Моя лажа, действительно. Xbox Italy, итальянский фейсбук официального Xbox, вернее, официальный Facebook итальянского подразделения Xbox. Да. Спать надо больше. Xbox. Больше спать. Вот, они, да, я могу помочь тебе. да, они сказали, что якобы так и так 16 по 21 февраля пройдет первый открытый бета-тест. Ну, скорее всего, единственный. Если только перед релизом то есть самое еще не будет. Да, есть смысл в том, что будет второй бета-тест перед самым релизом, потому что релиз 8 марта. Да, да. Дженский день международный. Собственно, сегодня в 2 часа, если вы еще не успели поиграть, у вас есть доступ, можете успеть до 2 часов. В 2 часа бета-тест заканчивается закрытый. Возможно, будет открытый в середине месяца. Вполне логичный ход. и, ну, нет повода не верить Xbox. У меня есть интересный, так, у меня есть вопрос. Мы затрагивали так или иначе на тему того, что люди в ПК-версии уже откопали, что оказывается большая часть расчетов, большая часть вычислений, большая часть листы. мы обсуждали это на стримах точно. Мы в двух словах об этом говорили. В общем, да, мораль в том, что обнаружили, что люди, что огромное количество всяких переменных, всяких данных обрабатывается на стороне клиентов в Дивижионе, то есть ПК-версии, но, видимо, и в консольной тоже. Кто-то догадался взломать игру, да. В ПК-версии гораздо проще до этого докопаться. Ты просто берешь отмани, начинаешь перебирать переменные, обнаруживаешь, что ты можешь сделать себе бессмертие, невидимость, волхак, и имбот, и все остальное. И денег побольше. И денег побольше. И люди просто ушли в отрыв. И ПК-версия, так сказать, и расстроилась очень сильно. И, в общем-то, да, стало ясно, что бета не просто так. Думаешь, успеют они починить это? Или будут откладывать это? Они должны что-то с этим сделать, потому что, если они с этим ничего не сделают, будет катастрофа. Натурально. Ну, как ты думаешь, это будет... Они решат проблему или отложат выход игры? Я бы ставил на то, что все же проблему решат, но, наверное, обычно бывает. То есть, дадут какое-нибудь решение типа какого-нибудь там кособокого античита или чего-нибудь подобного. Либо... Ну, просто проблема в том, что если у них большая часть вычислений действительно идет на стороне клиента, а не на стороне сервера, то это не та вещь, которую можно просто так взять и переключить там одним. Просто, мне кажется, никто не думал, что кто-то запустит Art Money на Division. Это на самом деле очень странно. Но странно, да. Потому что, ну... Это просто катастрофическая некомпетентность, когда речь идет о том, что мы тут как бы ММО делаем и вроде бы как мы не можем догадаться, что из всех вот тысяч миллионов людей, которых мы хотим у себя увидеть, никто не додумывается о том, чтобы запустить у себя Art Money. Чем нужно, блин, думать? Ну, это забавно. Это какой-то такой курьез, знаешь? Мне кажется, что они немножко расстроены сейчас. Ну, мне кажется, что они расстроены, но хорошо, что... И бьют палками какого-то одного персонажа. Тот момент, когда можно сказать, что бета была не зря и не только для маркетинга и, может быть, из этого они что-то извлекут и игра на старте будет... Я поиграл с удовольствием, я уже много раз говорил, поэтому не буду повторять. Я очень жду, мне интересно, что будет на релизе, изменится ли что-то по сравнению с бетой, потому что изменения нужны по-любому, но то, что пока что есть бет, мне очень нравится. Там классный Dark Zone. Это основная фишка, которая реально роляет. Знаешь, мне PvE очень понравилась. Мне вообще понравилась PvE-зона. Там очень много сюжета, там очень много мелочей, там ты находишь записи какие-то, как люди погибали во время начала эпидемии, там как их там, они друг друга там убивали в очередях, там вот это все, атмосфера очень круто передана через записи, которые ты даже не догадаешься послушать, потому что ты их берешь, тебе дают 300 очков там экспы, чуть-чуть описания, и ты думаешь, а, ну это все. На самом деле, ты заходишь в меню, у тебя там интелла, 40 штук, ты такой можешь это все слушать, читать там и так далее. По крайней мере, они это не пытаются спрятать на сайте, да, да, да. В игру. Да, да. Это если что, была подколка в сторону теста. Да, да. Так что, ладно, перейдем к следующей новости, да, также связанной с Ubisoft, ни дня без Rainbow Six Siege. Вчера выложили скриншоты из новой карты, которая должна выйти вот сегодня для всех обладателей сезонного пропуска. Напомню, у них разбито на 4 квартала все обновления, в этот квартал должна появиться новая карта и 2 новых оперативника канадских. Собственно, сегодня должны вроде как появиться, но официальных пока подтверждений я не видел. Меня больше всего захватывает то, что Арик сейчас все это шпарит по памяти, у него там ничего не открыто, он просто рассказывает, как есть, потому что он все это помнит наизусть. Он, по-моему, все это помнил 2 недели назад, до того, как это все анонсировали. Да. Вот. В следующем квартале будут американские 2 оперативника, после чего будут бразильские 2 оперативника и в конце японские. Я когда ехал на работу, увидел тизер японского оперативника, не знаю, фейк это или нет, но очень прикольно выглядит. У него есть лук. У него есть лук? Я спрашиваю, у него есть лук? А, не знаю, у японцев... А, хотя это логично. Он там, не знаю, выпускает дракона. Да, ну, подожди, это современный оперативник, поэтому должен быть какой-то нано-лук. Ну, как у Ханза, у него супер нано-лук, который выпускает дракончик, он кричит рюг-г-г-г-бал-бал-бал. Да. Вот, я, ну, соответственно, очень жду. Я надеюсь, если сегодня будет это обновление все-таки для обладателя сезонного пропуска, потому что я говорю, информации пока подтверждения официального нет, хотя говорили вроде как об этом, то мы сегодня обязательно постримим вечерком. Может быть, даже Артемия загоню на стрим, если он спать не уйдет. Вот. Ладно, поехали, наверное, к следующей новости. Еще одного персонажа Killer Instinct представили в новом трейлере. Разработчики Killer Instinct с перезапуском 2013 года, очевидно. Да. Выпустили новый трейлер, в котором показали игровой процесс за Ким Ву, героиню, хорошо знакомую данным поклонникам серии. Впервые она появилась в Killer Instinct 2 почти 20 лет назад. Это девушка из рода самураев, и она в равной степени хорошо владеет как рукопашным боем, так и нунчаками. Кроме того, в новом трейлере героиня заявляет, что отныне она гроза всех демонов. Я не знаю, зачем я так сделал, мне показалось, так будет гораздо драматичнее и круче. Да, Ким Ву появится в игре в марте, вместе с ней список бойцов пополнят Такс, Гаргас, а также Раш из Battle Tots. И кроме того, намекают на то, что в игре еще появятся арбитры из серии Хейла. Тот самый арбитр. Да. И что самое по себе забавное, во-первых, то, что в игре появляются персонажи из других серий, это ни разу не новость, ни разу не новая фишка. Потому что сейчас в файтингах, я так понимаю, после того, как Масахиро Сакурайжи, товарища зовут, который занимается этими. В общем, Сакурай, который Super Smash Bros., он начал педалить тему с тем, что в играх должны появляться активные персонажи других игр, просто для того, чтобы был фан-сервис. Как раньше был Снейк, сейчас там Байонетта, все, 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 что можно добавить. Все уже было в Super Smash Bros. Но это еще в Soul Calibur, по-моему, было, когда появился. Да, в Soul Calibur был Yoda и Дарт Вейдер в разных версиях на Xbox Yoda на PlayStation и Дарт Вейдер. Это очень крутая тема в плане того, что вот люди просто... Там был Кратос даже. Да, да, да. Ну, Кратос был уже позже, но, по-моему, в одной из ранних версий, по-моему, как раз кто-то из спартанцев появился. Это тоже было забавно. Яшимитсу в конце концов есть из Текена, да. Ну, то есть это совсем такие уже ранние... Ну, это просто прекрасная сама по себе фишка, что это Фансеверос для тех и для других и вроде бы как такое милое пересечение серии, которое вроде и тем, кто этой серией владеет, полезно, и тем, кто файтингом заправляет. Ну, в Mortal Kombat'е сейчас это происходит. Ну, в Mortal Kombat'е что-то странное, потому что там Warner Bros. просто берут тех, кто им принадлежит и просто пихают без разбора. Джейсон Бурхес. Потрясающе скучно. Да, согласен. Тут не поспоришь. Но что мне хочется отметить, кстати, да, то, что вот эта героиня появится в игре в марте вместе со всеми остальными героями. В марте же появится ПК-версия, которая будет совместима как раз с мультиплеером с Xbox One и я безумно на эту тему, так скажем, возбужден и рад, и счастлив. Ждешь подгорания интернета? Не то, что я жду подгорания интернетов, просто реально очень хороший год намечается для тех, кто играет в файтинги на ПК, потому что файтинги на ПК до сих пор были чем-то вроде такого гетто. Потому что, во-первых, на ПК очень мало народу серьезно играет в файтинги, и поэтому ты не найдешь там серьезных оппонентов в онлайне, если найдешь они на клавиатуре, потому что, ну, блин, типа хардкорней. Во-вторых, ну, просто в итоге получается очень узкая база людей, с которыми ты вообще можешь играть. Очень трудно найти оппонентов. А так ты просто играешь с теми, кто играет на Xbox, в Killer Instinct и опять же Street Fighter 5. Там мультиплеер кроссплатформенный между PlayStation 4 и ПК. И это прекрасно, это потрясающе, это замечательно. Я безумно долго этого ждал. Наконец-то до этого дошли. Чтобы было больше нытья в интернете. Не то, чтобы было больше нытья, просто чтобы было нормальное человеческое комьюнити, которое распространяется на все платформы. Это с точки зрения комьюнити это очень круто, потому что, ну, даже вот, говоря мы про Division говорили, ты говорил про ПК-версию и так далее. Все равно на ПК будет меньше народу играть, сильно меньше, чем на PlayStation 4. Это можно... Ну, я сужу, делаю выводы из продаж той же Rainbow Six Siege. На ПК самые маленькие продажи, там что-то было, по-моему, 600 тысяч под конец года. На PlayStation 4 там было за лям, на Xbox там тоже в районе, по-моему, несколько сотен тысяч. Вот. Поэтому он, ну, тут очень круто, что объединяют, потому что, ну, просто будет маленькая база на ПК, и она рано или поздно просто уменьшится до какого-то минимума. Но, опять же, я не знаю, нивелирует ли эти вот две новости, то есть два вот этих момента со Street Fighter и Skidale Instinct, то, что Warner Bros. забили на поддержку Mortal Kombat. Нет, будет же Mortal Kombat XL. На ПК забили. То есть, они не будут выпускать XL для ПК, они не будут править надкод, они не будут делать вообще черт-н-двенчерта. вот так как у них нет кроссплатформенного мультиплеера, они, видимо, посмотрели и увидели, что там, ну, затраченные усилия деньги не стоят этого комьюнити. Ну, как сказать, она продалась там, по-моему, 400 тысяч, что само по себе не так уж и плохо, и ответ на это, в принципе, может быть один. Во-первых, если у вас нет кроссплатформенного мультиплеера, это ваши проблемы сугубо, Warner Bros., во-вторых, раз уж вы нас так прошвырнули, так скажем, идите в жопу. Ну, а смотри, у тебя есть Mortal Kombat сейчас новый? Да. Ты в него много играешь? Я в него не играю, потому что в него невозможно играть. Вот. Понимаешь, то же самое на ПК, люди купили, окей, 400 тысяч. Нет, на ПК, в том-то и дело, у него невозможно играть на ПК. 400 тысяч купили, но ты не играешь. Я практически уверен, что большая часть из этих 400 тысяч могли бы там еще 200 тысяч сверху, просто за счет тех, кто рефанул, кому хватило яиц. Ну, они сами себя подставили, они сами сделали ущербную версию игры, не будем там, не знаю, пользоваться какими-то эвфемизмами. Ну, я не играл на ПК, даже сказать, есть что, поверю тебе. Слава Богу, не трогай. Идем к следующей новости, тоже какой-то, кстати, ветер из прошлого. Conan Exiles заставит вас молиться Богом. Почему ветер из прошлого? Потому что игры про Conan давно не было. Подуло. Подуло. Фанком рассказала Conan Exiles, которому несколько дней назад рассказывали про ее анонс. Так вот, это игра про Конана, выживание в открытом мире, в общем, все прям по красоте, обещают прям золотые горы. Творческий директор студии Джоэл Байлас пообещал, что мир Conan Exiles превзойдет по размерам мир Skyrim. площадь его примерно равна 53-м квадратным километрам. не удивительно, то, что онлайн-игра превзойдет по площади Skyrim, это, ну, ладно. У меня возникает вопрос. И че? Ну, ну, да. Они, ну, прости меня, в Майнкрафте там тоже больше, чем в Skyrim. маркетинг, что ты, в конце концов, господи боже. пиар. пиар. Не расстраивайся. Нет, я вот реально, на меня воздействует, теперь будет действовать только тот пиар, когда мне кто-то вот из пиарщиков скажет, Артемий, у нас хорошая игра, Артемий. Нет, знаешь, Артемий, мы хотим сделать игру, в которой мир меньше, чем в Skyrim. Более того, мы хотим сделать игру, в которой мир там, не знаю, меньше, чем в Моровинде, например. А я жду, я жду такой уже анонс, какой-то. Но ты охренеешь от того, как много в этом мире всякого дерьма, потому что всякого дерьма там намного больше, чем в Skyrim. Потому что в Skyrim никакого интересного дерьма вообще нету, а то мир большой. Нет, у нас маленький, но зашибенный. Да, и анонсируют Hateful Boyfriend 2, например. Было бы неплохо. Ну, там много дерьма, ну, то есть не поспоришь. Ладно, но передвигаться игроки смогут без дозагрузок, окей, с видом как от первого, так и от третьего лица. Вероятно. Ну, то есть это как Giant Enemy Crap и Real Time Weapon Change, если ты понимаешь, о чем я. Вот. В игре будут пустыни, джунгли, болота. Ни хрена себе, Арик. Продолжай, продолжай, мне нравится. Разделение на классы не планируется. Ну, а потом можно использовать, поэтому можно использовать любое оружие, когда угодно. Ага. Офигительно. Я уже начал было волноваться, Арик. Но, мир Conan Exiles суров, Артемий, и надо быть готовым к жестокости и обнаженным телам. Знаешь, к этому я всегда готов, Арик. Ну, как будто на выжившего сходил, в общем, да, к жестокости и обнаженные тела. Обнаженные, написано обнаженные, ну, обнаженные, обнаженные, и обнаженные, и обнаженные. Других, других игроков можно захватывать в плен. Прекрасно. И приносить жертву богам. Нет, это серьезно 10 из 10. Это офигительно. Представляешь, ты пришел поиграть такой, после рабочего дня в Conan, тебя на первых же минутах захватывают в плен и два часа держат в плену. И два часа приносят жертву богам. Такой, болеет. Мне хочется верить, что это какой-то эвфемизм изощренный, типа, да. Не, мне кажется, нет, там, мне кажется, это должно быть по-настоящему, иначе это не 10 из 10. Так вот, поклоняться даже можно разным богам. Ты меня не понял, ну ладно. Разным, можно менять религии одновременно. То есть, ну не одновременно, в смысле, можно менять, вот ты поклоняешься одному, ты поклоняешься ему, например, а потом такой, не хочу, буду безголовому в асу поклоняться. И тебя этот будет... Там есть безголовый в ас? Да, да. Ничего себе! Енот с пушкой тебя покарает за это, но ты сможешь уйти к безголовому в асу. Так вот, в будущем, готовься, готовят, будут добавиться сражения верхом на лошадях. Обосраться! Да. Это было не достаточно эмоционально. Ничего себе! Conan Exiles выйдет на персональных компьютерах. Что это? Я не знаю. Да, до релиза финальной версии неизвестно. А на ПК будет? Но в раннем доступе игра появится уже летом. Невероятно. Вот так вот мы скрасили эту великолепную новость. Спасибо, Артемий. Обращайся, Арик. Передаю слово тебе. Нинтендо троллит. Супер Марио Мейхер вышел на ПК. И на мобильных девайсах. Что бы вы подумали, это значит? Это значит, что теперь вы можете делать не уровни для Марио, вы можете делать потрясающие, невероятные, незабываемые обои. Я не знаю, что тут на самом деле добавить, но да, тут... Но Нинтендо троллит. Самая близкая вещь, которую ты можешь представить, самая близкая вещь к реальному порту игры от Нинтендо на ПК. Мне кажется, это фотошоп называется, самая близкая. Вот да, неплохо было бы на самом деле к этой игре на ПК. Ну правда, ну то есть такой фотошоп с Марио. У меня такое чувство, что вот есть же там, не знаю, в сети там всякие рекламные ивенты, когда делают конструктор там бургера или машинки или чего-нибудь еще. Вот что-то от этого же уровня, да. Нинтендо старались, молодцы. Да, да, тонко, тонко. Но они может быть думают, сейчас мы выпустим, люди увидят, господи, я могу сделать свой wallpaper, а потом ты такой, а что это такое? О боже, я могу купить Wii U и сделать свою игру. Из этого wallpaper нет, на самом деле нет. Срочно? Ну не, вряд ли. Я думаю, что, может быть, просто они вот решили это сделать без какой-то причины. Может быть, вот им просто хотелось сделать конструктор wallpaper. Да, речь идет о том, что будет много разных фонов, соответствующих разным играм про Mario из разных эпох, будут разные комплекты для сбора уровней и так далее. Единственное, чего там не хватает, в общем-то, возможности на этом уровне поиграть. Да. Или напоминает, знаешь, это когда вот любят фоткаться, а потом туда всякую фигню добавляют. Типа, сфоткать, на ладошке держу. Ну, типа, не, ну, сфоткал, а потом вокруг там бантик, еще какое-то дерьмо, сердечки налепили и так далее. Вот, ну, это вот интернет, когда умеет делать картинки, фотошопить царский. Да, примерно вот та же история. Я смотрю, потому что, ну, вот оно выглядит, ну, ладно. Супер Марио Мейкер вообще странная, забавная штука. Я не... Не, очень крутая штука, на самом деле. Да. В общем, делайте свои уровни, играйте, счастливые обладатели, вию. Как-то опит. Да. На ПК это, да, как-то странно. Ну, ладно, продолжим. На самом деле, есть новость получше, но тоже, ну, такая полутролльская. А можно будет делать обои? Обои? Да. Стар Ситизен? Арик, пропускаем, давай, следующее нельзя делать обои. Вручную, если. В студии разработчик. Так вот, щедрость за 100 миллионов, ребята из Стар Ситизен раздают игру бесплатно. То есть, не ребята из Стар Ситизен, а ребята из Клауд Империум Геймс. Решили устроить халяву просто. Дают, разблокируют игру доступ в Альфу 2.1.2. Последняя версия. Раздают ее, будут, господи, я забыл, какого числа. На этой неделе пишут. Да, на этой неделе. Все, я правильно. На этой неделе будут раздавать игру, да. Суть в чем, Стар Ситизен, почему 100 миллионов, она собрала там уже больше 100, даже, по-моему, лямов. Да, намного больше. Это какое-то безумие. Я не понимаю, что происходит с людьми, почему они продолжают бросать деньги в монитор. У людей есть большая светлая мечта, которая внезапно оказалась правильной светлой мечте, вернее, даже неправильной, она просто совпала со светлой мечтой. Ну, абсолютно, да. То есть, Крис Робертс, он гений, я не знаю, он любит, может и любит смотреть в головы людям. Мне понравилось у нас, когда на Gamescom ездили мы, Яна и Антон Дайте сфотографировались с Робертсом, он такой широко улыбается и там подпись, типа, поговорили с Крисом Робертсом о том, как разводить лохов на бабки или что-то. Так вот, помимо этого, 14 февраля будет анонсировано разделение между основной игрой и, так сказать, синглплеерным отростком. Если вы не помните, то я вам в двух словах напомню, Squadron 42 будет называться синглплеерная составляющая, на которую уже подписались куча всяких именитых актеров, в том числе, там, Марк Хэмилл, вот, будет... Джиллиан Андерсон. И Джиллиан Андерсон, да, будет разделена на две игры, то есть будет Star Citizen, большой брат, который онлайновый и там, пью-пью, ангар и все такое. Секрет. Секрет непонятно, как и зачем в это играть. Да, есть синглплеерная часть, которая меня привлекает намного больше, где будет вот то же самое все, только не в онлайне, а с нормальным сюжетом, с актерами, и все будет безумно красиво, потому что не будет онлайна. Ну, на самом деле и там, и там будет безумно красиво, я преувеличиваю. Вот, если вы хотите поиграть в обе игры, хотите заплатить меньше денег, то вам надо это сделать до 14 февраля, это 35 фунтов будет стоить. На самом деле космическая все равно цифра в переводе на рубли. Вот, в дальнейшем игры можно будет приобрести отдельно, как аддон к Star Citizen, можно купить будет Сквадрон 42, либо отдельно просто Сквадрон 42 и играть в него, и не думать даже о том, что есть какой-то онлайн. Вопрос только, потянет ли вообще среднестатистический компьютер эту всю красоту, остается открытым. Так вот, собственно, вы сможете проверить, когда будет доступна на этой неделе, вроде как, бесплатная альфа-версия, в которой будет возможность там, пообщаться с людьми, потусить на арене, и в целом посмотреть, за что люди отдали 100 лямов. Краудфандинг просто во всей красе. Вот, не знаю, ты, может, играл, может, что-нибудь скажешь? Я даже не пытался. Что-то, какие у тебя мысли по поводу этой игры? Это будет какой-нибудь очередной годус? Это может быть что угодно, на самом деле, потому что очень сложно сказать, чем это в итоге будет, потому что пока оно еще ни на что как следует не похоже, потому что это может быть, не знаю, симулятор Excel типа и в онлайн, если они хотят сделать масштабно и круто, это может быть симулятор парковки типа Elite Dangerous, это может быть что-то большое, крутое, эпичное, а может быть что-то еще. Пока примерно как с No Man's Sky, по-моему, ситуация, просто потому что... Не, с No Man's Sky это все понятно в том плане, что в реалистичность в No Man's Sky ты еще более-менее веришь, а тут, понимаешь, игра выглядит настолько потрясающе, ну, то есть, ну, как будто, ну, такой человек, как будто аватар придет сейчас, понимаешь? Ну, тут натуральная проблема как раз-таки в том, что черт знает, что из этого на самом деле получится, потому что, да, можно сказать, что да, я представляю себе, как будет выглядеть No Man's Sky, я представляю себе, как будет выглядеть Star Citizen, но пока нету точного ответа, зачем в это играть, какая у тебя будет цель, какие у тебя будут цели и прочее. Да, в случае с No Man's Sky там еще будет понятно, там цель исследовать, основная цель это исследовать планеты. Ну, там нереальное. Я уронил магнитик. Ага. Нормально. там цель достигнуть до центра. Покалок, не могу. Ну, да, вот чуть-чуть корректирует Павел, что цель добраться до центра, но момент исследования там понятен, то есть основной геймплей, ты с планеты на планету исследуешь, и путешествуешь к центру галактики. А здесь что нужно делать? Вообще непонятно. Типа, ну что? По-моему, они еще не решили. Это не просто космический мир, но да, вот есть ощущение, что они не решили, потому что пока что задатки есть для всего. Для того, чтобы просто общаться с людьми условно, а для того, чтобы просто летать и воевать в космосе. Ну, то есть реально непонятно, чего они хотят. Мне все же кажется, что они начали как раз таки пилить игру, начиная не с какой-то там мысли и задачи, они просто решили, что а давайте-ка сделаем что-то, что будет таким прям большим, очень красивым, и чтобы все так смотрели и говорили вау, и все. Ну, это же чувак, который делал Верлайнсер. Да. Это чувак, который делал Верлайнсер, да, потом он делал Верлайнсер, кстати, ну, он прикольный, но, слушай, я в него наиграл очень много в те времена и он на самом деле однообразием просто убивал своим. Космос себе как представляешь, там повсюду инопланетяне прыгают. Ты играл в космических рейнджеров? Да. Вот. Это карикатурный космос. Но, тем не менее, они смогли сделать космос реально интересным и веселым. Да, Паш, суть вам не чтобы было реалистично, а чтобы было интересно. В общем, в его планах изначально, скорее всего, было сделать фрилансер ванной, типа, большую, крутую, но в итоге все таки с тем, что он тянет в реализм, а в реальности космос скучно. Ну вот и сейчас, видимо, они сидят и думают, как всех развлечь. Ладно, посмотрим, выйдет Альфа, может быть, даже по стриме. Я позволю себе все же сделать один маленький момент, хочу проверить, действительно ли Роберт сделал фрилансер, потому что я... Разве не он? Я не уверен в этом деле, потому что... Проверяешь фактику? Да, проверяю фактику, потому что фактика это святое, и я нигде не вижу здесь имя Робертса. Я с самого начала в этом очень сильно сомневался, поэтому сейчас просто нагуглю Криса Робертса. Крис, наш свет Робертс. Так что, Арик, предлагайте зачитать пока следующее. Это потрясающая история на тему того, как один из бывших сотрудников умудрился через дырку в системе выкупить, причем дырку в собственной гугловской системе. Сам, видимо, дырку и прокурял. Вероятно, но там фишка была в том, что да, гугловская система, там продажа доменов и прочее, и он нашел дырку, благодаря которой он купил за 12 баксов домен Google.com. И само собой, как это обычно бывает у Google, когда кто-то находит у них дырку в системах, они находят этого человека, который эту дыру нашел и дают ему за эту дыру какую-то награду. Не сказано, какая конкретная награда досталась товарищу, но, в общем, отдал эту награду в благотворительность. Ну и, в общем-то, интересность истории именно в самом факте ее вообще существования, в самом факте ее курьезности невменяемой, что домен Google То есть, вы могли купить домен Google.com за 12 долларов и потом продать его Google. Но это сделал сотрудник Google, поэтому... Вот. Перейдем к следующей новости, пока Артемий там делает research, по которым... Нет, там еще, кстати, вспоминалась история на тему Microsoft, которые забыли продлить домен Hotmail.com.uk и там была похожая история. Да, теперь точно все. Вот. Пока Артемий ищет подтверждение слов Павла, я продолжу. Смотрите, касательно Робертса. у него была студия действительно Digital Anvil, то есть, цифровая наковальня. Да. Ковал. Которая сделала игру Star Lancer. И... Нет, фрилансер. Это Star Lancer. Эта игра делалась как раз таки при Робертсе. Это тоже там игра в основном такая вся себя сюжетная. И... Да, потом он начал работать над фрилансером, но студию купила Ubisoft, и где-то там на середине разработки, на каком-то этапе, он студию покинул, и, в общем-то, работать над ней перестал. Что фрилансеры разрабатывали, я не хочу ошибиться, но очень долго. Довольно. Много-много лет. Ну, то есть, я помню, были шутки из разряда, как про Дюкнюкем потом шутили, вот так же про фрилансер, что настолько долго разработали. Тут, опять же, важно обратить внимание на то, что, если мы говорим, что, мол, так и так, в Star Citizen это будет что-то типа фрилансера только больше и круче, фрилансер все же игра в значительной мере сюжетная. Да. Много было сюжета, много было роликов кинематографичности, там главный герой был здесь. Ну, а как фрилансер только в онлайне, мне кажется. Плюс в онлайне, но это, понимаешь, торговля там и так далее. В принципе, продолжает линию, которая началась в Wing Commander, то есть, Космос, кинематограф, Пафос, Эпос. Но это будет в синглплеере отдельно. Что будет именно в онлайне, что останется там. Пока что... Поэтому здесь не вполне себе корректно именно касается... В том, что касается... Возможно, по скучности Павел имел в виду. Я не знаю. Предположим. Давайте дальше. Ладно, перейдем к следующей новости. Илон Маск хочет отправить человека на Марс. Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил о намерении отправить первого человека на Марс в 2025 году. То есть, по меньшей мере, за 5 лет на 5 лет раньше запланированного НАСА пилотированного полета. Я даже... Не-не, я другое. Я помню вот эту всю тему с Марсом, какая там готовится НАСА готовится-готовится. Вышел Илон Маск такой... Я угадаю этот полет за 5 нот вообще. Ну, серьезно. Мне кажется, что Илон Маск очень веселый человек, который живет полную жизнь. У меня ощущение, что он такой дикий-дикий тролль. У него много денег и он знает, что с ними делать. Он просто такой... Идите нафиг, я буду делать своими деньгами, что захочу. Я заставлю вас подтереться своими слезами. Машину я сделаю, которая лучше, чем типа все. Все сделаю лучше, чем кто-либо. В общем, у него, мне кажется, какие-то странные мечты, но приятные для наследства. Можно я позволю себе здесь маленькое отступление на тему того, что он уже сделал? Давай. Во-первых, Илон Маск это, да, Tesla Motors. Это компания, которая... То есть, ему принадлежит. Это компания, которая делает электромобили Tesla, которые охрененно выглядят, охрененно дорого стоят. И, в общем-то, это там фактически один из первых электромобилей, на который можно смотреть и не плакать и ездить даже на нем. Да, да, да. То есть, он не похож там на маленькую шпидгалечину, который есть. мы рассказывали и показывали. Да, во-вторых, во-вторых, Маск придумал проект, ну, даже не столько придумал, он ему предложил проект так называемого Hyperloop. То есть, это вроде поезда, но фишка в том, что это старая, как мир-концепция, такой капсулы, помещенный в магнитное поле и за счет магнитной лимитации она на офигенно большой скорости пролетает сквозь трубу. Как в футурале, в общем, если в Белик-Славе. Да, грубо говоря, как в футурале, только там, если человек за пределы этой капсулы внутри этой трубы вылезет, он умрет. Потому что там, во-первых, вакуум, во-вторых, мощнейшее магнитное поле. И это, в общем, людям с кардиостимуляторами лучше туда не соваться. Да. Но фишка в том, что это, во-первых, очень дешево и за счет того, что там, в принципе, там нужна очень крутая инфраструктура, это нужно очень долго строить. Ну, естественно, это космос уже какой-то. Но фишка в том, что это, в принципе, по идее реализуемо, но он не сам это решил реализовать, он оставил этот проект кому-то другому, поэтому там сейчас три возможные реализации, где-то там в разных штатах американских строят, там 8-9-ти километровые участки. Но там реально интересно, в том плане, что те проекты, которые реально работают, они хотят сделать то ли рекламу в них показывать. Там фишка в том, что они хотят сделать так, чтобы ты, скажем, из Лос-Анджелеса, как метро скорее, то есть из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, как на метро, потому что просто постоянно по этой вот трубе будут ездить эти капсулы, со скоростью фиг знает какой, потому что там... Капсулы вместимостью несколько человек, я правильно понимаю? Да, несколько, по-моему, но там идея в том, что, не помню точную скорость, но говорят, что 531 километр расстояние между Лос-Анджелесом в Сан-Франциско будет проезжать за 30 минут. Быстро? Да, идея сама в том, что они хотят сделать так, чтобы вот эта вот фигня, она использовалась там повседневно, люди туда просто ходили, заходили, как метро, ехали. А это никак не влияет на давление там еще? А вот это интересный момент, на самом деле, но по идее, как ты это делал должен компенсировать? Само собой, там офигительные нагрузки, там огромные, много-много джи, но это тоже интересно, но по идее, как ты это делал должны реализовать? Я понятия не имею, потому что я не вдавался, к сожалению, в технические подробности, хотя это интересно, если вам интересно, покопайтесь. Так вот. Третье, третье штука, которую запустил Илон Маск, это SpaceX, как раз-таки его компания, которая занимается космосом и прочей фигней. Ну, собственно, о которой сейчас идет речь. Не так давно они сделали очень важную вещь, они сумели посадить, кажется, первую, первую ступень, ракеты, то есть, посадить, да, то есть, фишка в том, что, когда ракета взлетает, там у нее... На тестах посадить? Ну, да, то есть, тестовая посадка, то есть, когда ракета взлетает, она отбрасывает там себе балласт, там двигатели, и прочее, и прочее. Если вы не в курсе, да, ступени. И, соответственно, все это добро теряется, то есть, все это превращается в металлолом, который нельзя больше никак использовать, если ты хочешь снова запустить ракету, тебе снова придется заново все это собирать, тратить огромное количество денег. И, в общем, они просто смогли сделать так, чтобы эту ступень посадить, и таким образом, получается, конечно, нужно потом, после того, как повторно ее использовать, проводить там какую-то техподдержку, там техосмотр. Ну, я думаю, даже что-то заменять, потому что нет там такие нагрузки в космосе. Но там дело в том, что по идее, само по себе вот это вот возможность, само по себе это открытие, само по себе вот это вот решение инженерное, оно позволяет там экономить до 75% от тех денег, которые... Мне кажется, просто, знаешь, никто даже не думал раньше, что как-то вообще это сажать. Мне кажется, он пришел, он сказал, зачем столько бабла вообще выбрасывать, вот когда построил сам. Ну, я вообще все это клоню к тому, что этот сумасшедший человек может попытаться так действительно сделать, и в 2025 году у нас там внезапно... Мы обнаружим портал в ад. Как раз таки не попытаться, а и сделать он может, в принципе. То есть даже пытаться, но пытаются все. Вот у него... Как ты себе это представляешь? Что мы там найдем, кроме картошки и портала в ад? На Марсе? Да. Ничего, кучу песка? А картошку? Нет, никакой картошки. А портал в ад? Ничего не будет. Песок. Посмотрим. Может, марсиане. Я расстроил. Серьезно? Ну, ты расстроил. Ну, черви какие-нибудь там живут в земле. Я не знаю. Крис Робертс, в конце концов, сидит там с Марком Хэмиллом. С этим... С Дэвидом Брэмиллом. Ладно, на Марсе мы найдем люка Скайуокера. Угу. Который будет стоять на тебя и смотреть с пивным брюхом. Понимаешь? Да, и делать вот так. Так вот, закончим эту новость. Отвечая на вопрос журналистов, дескать, не слишком ли мало времени осталось для подготовки, Илон Маск сказал, что считает 9 лет достаточным сроком. Подробнее о космическом корабле для полета на Марс миллиардер пообещал рассказать на международной конференции по астронавтике, которая пройдет в конце сентября в Мексике. Сам Илон Маск рассчитывает побывать в космосе примерно через 5 лет. Ну, слетать в космос это уже, так сказать, мейнстрим, а вот на Марс приземлиться, это, конечно... Интересно, какая связь между Мексикой и космонавтикой, кроме того, что в Мексике наркокартели и вот это вот все. Да, не будем рассуждать над темой. Вот, но я думаю, что никакой логики, просто они рандомно выбирают, какая-нибудь страна выигрывает грант на пределение. Короче, да, в этом году на конференции по астронавтике мы хотим есть такос, буритас и это вот все. Атака-така, бурита-бурита. Да. Да, вот примерно так. И гуакамоля, пожалуйста, побольше. Перейдем к новостям кино, Артемий. Картинам Зверополис и Фантастические твари и где они обитают выпустили новые ролики. Warner Brothers показала видеоролик, посвященный съемкам экранизации романа Джоуэн Роллинг Fantastic Beasts and Where to Find Them. В российском прокате фильм получил название Фантастические твари и где они обитают. В трейлере исполнители главных ролей, а также режиссер и продюсер картины рассказывают о героях и волшебном мире фильма, простите. Господи, там Колин Фаррелл, что ли? Меня больше удивил Леди Редмейн, который похож на... Нет, ты смотри. Это же он. Да, еще там есть тот чувак, который ходил Ганнибалу лечиться. Я понимаю, что ты про сериал Ганнибалу, видать? Да. Ну, окей. Его убили, если что. Там в сериале Ганнибал убили, по-моему, у него был черный друг, который делал из кишок классный. Не смотрите сериал Ганнибалу. Отличный сериал. Там лучший сериал про готовку и вкусную здоровую пищу. Смотрите, что Тру Детектив, вот там про готовку и здоровую пищу. Нет, там нет еды. Я люблю про еду, я люблю все эти кулинарные шоу, поэтому Ганнибалу это просто потрясающе. Смотришь Гордона Рамзи или ты все-таки из тех, кто любит этого, господи, прости, я забыл. Да. Нет. Я хочу от него детей, он прекрасен. Он просто эталон кухни, готовки вообще. Вот у меня ассоциируется с вкусной едой. Нет, ну Гордон Рамзи у меня ассоциируется только вот с этим, типа нет, вот с этим, типа кто ты, я сэндвич из идиота. Да, вот эту вот тему. Даже неплохо. Продолжай, не буду. Так вот, Лекать. Выход трейлера киностудия приручила к ежегодному празднику проходящему в тематическом парке волшебный мир Гарри Поттера во Флориде. Первый трейлер будущего фильма появился в декабре прошлого года. В картине снимаются Эдди Редмейн, Кэтрин Уотерстон, Колин Фаррел и Джон Войт. В российском прокате лента появится 18 ноября. Любишь Гарри Поттера? Как сказать. В нем есть что-то такое, знаешь, какая-то такая дурацкая сентиментальная ценность вроде того, что когда появилась первая книга, мне было сколько? Мне было мало. Я ее читал и мне вроде бы как было мило и атмосферно и поэтому, наверное, как-то все-таки какие-то чувства испытываю там в первом фильме, в первом книге. Хотя я понимаю, задница, что что-то там не так, но все равно что-то там есть. Там все хорошо. Я не могу сказать, что я там, не знаю, хейтер или еще кто-нибудь, просто вот оно попало мне ровно в тот период жизни, когда оно мне, видимо, было надо. Там к Мэмитролям, к Карлсону, к Алисе в стране чудес и тут еще и Гарри Поттер упал внезапно. Я помню, как я читал главу какую-то, когда вышла первая книга, в афише напечатали главу, как типа феномен современный. И вот. Ну, не прогадали. Молодцы. Вот. И продолжим. Насколько я помню, эта история про фантастических тварей, это, по-моему, двусятистраничный рассказ в оригинале. Что это такое, да? Я не читал, но я знаю, что это что-то... Ну, с другой стороны, в конце концов, из этого, это был, нет, не Blade Runner, это, по-моему, вспомнить все, а да, тоже основывается на каком-то двусятистраничном рассказе. Нет, не вспомнить, ну, вспомнить, вообще все экранизации Дико, они сильно переначены. Не, я могу тебе сказать, что Джонни Мнемоник основывается на там тоже очень маленьком рассказе. Ну, вспомнить все, по-моему, тоже. Вспомнить все, там вообще очень странные действия происходят. Ну, ладно, не буду рассказывать. В общем, по-моему, самая точная экранизация Дико, по-моему, это помутнение. Да, да, сканер Даркли. Помутнение более, более, ну, наверное, самое близкое из всего. Как-то, меня все время уносят в топ, но не суть. Не важно. В свою очередь, черт побери, YouTube, я не хочу тебя смотреть, YouTube. Не смотри. YouTube, я нажал случайно на иконку нашего. Так вот, вышел, да. В свою очередь, Walt Disney Pictures поделилась новым... Продолжай. Walt Disney Pictures поделилась новым видео полнометражного анимационного фильма Зверополис. Главный герой фильма зайчиха Джуди Хоббс, офицер полиции, ее болтливый, самоуверенный напарник Лис Ник Уайлд расследует некий заговор. События разворачиваются в городе, населенном антропоморфными животными, что мы, в принципе, и так могли понять замечательное кино «Мечта любого фурии». «Да». Я не из этих, но я смотрел пару трейлеров, они довольно... Нет, на самом деле достаточно астроумно, судя по всему, будет. Да. Чего бы и нет. Так что, я трейлер нового не смотрел, но, в принципе, жду его... Мы удались раздуть новость о том, что появились трейлеры на тысячу разных слоев дискуссии. Ну, в общем, да, трейлеры появились, посмотрите или не посмотрите. И даже Филиппа Дика затронули, который великолепен. Ты же знаешь, что продолжение сейчас снимают. «Лэйнраннера», да, и там еще... И там Райан Гослинг главной роли. Серьезно? Да. С Харрисоном Фордом. Нет, Харрисон Форд хрен с ним. Ну, важно, что он есть. Он там будет говорить, что, мол, типа, у тебя там пять минут, за эти пять минут ты делаешь что-то хочешь, там, потом я уеду, ба-ба-ба. Ты, надо посмотреть. В общем, да, надо посмотреть. Ты оригинал-то видел? Ладно, шутка. Минутка за 300. Поехали к теме дня уже пора закругляться. Внезапный мобильный Ассасин Скрит выйдет уже в феврале. Не знаю, радоваться или плакать. Юбисофт объявила, что мировой релиз мобильного экшена Ассасин Скрит Identity на iOS состоится 25 февраля. Когда проект появится на устройствах под управлением Android, неизвестно. Про Windows вообще ни слова. Действие происходит... Кому нужен? Да. Кто вообще играет на ПК? На ПК в телефоне. Действие происходит в Италии в эпоху Возрождения. Одна из особенностей Ассасин Скрит Identity заключается в том, что игрокам нужно создать собственных героев одного из четырех классов Берсерка, мошенника, вора или так называемого клинка тени. Звучит пошло. Звучит очень плохо. Мошенник или вор. Серьезно. В сентябре 2014 года игра вышла для ограниченного числа игроков из Австралии и Новой Зеландии. Такой способ запуска называется Soft Launch и нужен, чтобы оценить успех проекта и исправить ошибки, которые могли обнаружиться после мирового релиза. Я сейчас смотрю трейлер пытаюсь понять, что это такое. Судя по всему, это какой-то, не знаю, химический элемент, который заставляет тебя думать, что когда ты дерешься с гопниками в подъезде или там в подворотне, тебе кажется, что это тамплиера, а ты Ассасин и классный и бьешь их по голове. Больше я ничего не понял из этого трейлера. День в Саус Парке или в Фэмили Гай изображают фантазии, когда человек представляет область не происходит совсем другое. Причем это выглядит так, как будто там эта игра рассчитана на людей, которым 14 лет, они такие «Ассасин!» Так в капюшончике. Да-да-да. «Ассасин!» Я великий кубероза. Знаешь, я вспоминаю песню Ленинграда, кепку натянул на жбан и там капюшон сверху. Я не помню, как по рифме. Я знаю, какая там должна быть рифма, да-да, ну ты понял, как я говорю. Не знаю, почему вдруг я вспомнил Ленинград. Нет, я знаю, зачем ты это вспомнил, потому что, в принципе, это здесь, как никогда, уместно. Раз говорят экшн, значит, экшн, может быть, будет там. Не знаю. Я видел сегодня утром, пока ехал, где-то у нас выкладывали вот геймплей, видео, ну я, знаешь, я его глянул и что-то вот... А-а-а, слушай, я просто сначала подумал, что это что-то типа, знаешь, Дополненная реальность. не, не совсем. Оказалось, это просто попытка переиначить Assassin's Creed под тачскрин. Это какой-то очень плохо выглядящий Assassin's Creed, понимаешь? Паш, ты нашел там геймплей, да? Не показываешь? В группе у нас есть. Я тебе сейчас скину ссылку, у тебя Skype открыт. И все это увидят. Ну, в принципе, я не думаю, что это реально настолько важно, просто потому, потому что это действительно... Это выглядит примерно как... Блин, 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 я не хочу ругаться, ладно. На, не знаю, на Game Boy Advance. Не то, что на Game Boy Advance, но помнишь, на Вите вышла Liberation? Ну, по-моему... И она выглядела в два раза лучше. Да, и она выглядела в два раза лучше, а это какой-то... Ну, тут проблема даже не в том, что она выглядит хуже, а в том, что я просто не вижу смысла в ней играть на iOS. Ну, допустим, она бесплатная, иди наслаждайся. Это явно не тот жанр, который на тачскрине играется лучше всего. Ну, да, и вообще, то есть, небольшой фанат, это всегда неудобно. Тачскрин это не джойстик, ты куда ни... как ни крути. Чем больше я играю в последнее время в больших консолях, либо там на портативах типа 3DS, либо PS Vita, либо на ПК, конечно. есть FTL, который идеален для планшетов. Есть FTL, просто игры, которые реально очень круто управляются пальцами, где там не нужно возиться с там виртуальными вот этими мерзат джойстиками и прочим, где ты реально чувствуешь игру так, как ты хочешь чувствовать. Просто идеальный пример, например, как эта игра называлась, которая про хождение по лесу среди скандинавских мифов и было типа страшно-страшно от создателей Device 6. Ну, конечно, все знают, о чем ты говоришь. В общем, да, это был такой квестовый немножечко хоррор, где сообщение управления заточено под пальцы и много-много моментов, где ты можешь, например, там, не знаю, что-то раздвинуть там двумя пальцами, типа дверку открыл или перевернуть планшет так, чтобы там у тебя перевернуло что-то там внутри. Загадки связаны с гироскопом и прочее. С гироскопом, с тачскрином, просто игра, которая реально заточена под тачскрин и которая реально хорошо играется на тачскрин и не получается такого, что там игра, которую попытались сделать как бы большую игру, но так, чтобы она игралась через задницу. Я, честно говоря, не совсем понимаю саму по себе вот эту тенденцию пытаться сделать большую игру с красивым графоном. Ну, бабло, очевидно. Это дорого делать игры с большим графоном. Я не думаю, что это, знаешь, сделано из, ну, то есть, это Assassin's Creed сделан из остатков других Assassin's Creed. Вот да, скорее так. Я почти уверен, что этот способ монетизировать франшизу это вполне нормально. То есть, фанаты у этой игры точно будут и, ну, то есть, это в основном это на самом деле люди, которые находятся где-то посередине между серьезным геймингом и мобильным геймингом. То есть, которые, ну, то есть, это... Которые просто будут есть Assassin's Creed, потому что Assassin's Creed. Нет, это отдельная категория людей. Которым неудобно играть, ну, плевать, что у меня есть графон мобильники. Почему не приобщить бы людей, которые играют на мобильниках к Assassin's Creed? Ну, авось. Просто та же самая Ubisoft не так давно, ну, как давно, достаточно года три назад, она выпустила Реймона, чудесно адаптированного под мобильники. Это был раннер, который работал, в общем-то... Это да. Классная работа, на самом деле, мобильники. Я просто хотел тебе сказать, что для меня сейчас Ubisoft делится на две части, где есть для того, чтобы денег заработать, это нормально, и есть вот все остальное для души. Для имиджа. Вот. Для имиджа, для души. Это нормально для любого большого издателя. Есть проекты, которые там посередине, и чуть-чуть туда, и чуть-чуть туда, типа там Rainbow Six Siege, Возьми тех же Electronic Arts, у них то же самое. Mirror Set, это явно игра больше имиджевая, чем игра для того, чтобы заработать много-много денег. И это, в принципе, нормально. И они монетизируют то, что приносит им больше всего денег. Это Assassin's Creed, это логично. Ну, честно говоря, я не вижу причин ждать вот именно этого Assassin's Creed. Нет, это уже другой вопрос. Будешь ли ты или я играть, это, ну, понятно, что, ну, то есть, ты вряд ли, я тоже вряд ли, потому что ты не фанат Assassin's Creed, я не фанат. Понятно, ну, куда они метят, и, в принципе, я думаю, что все будет более-менее нормально. При этом они ее тестируют уже год или там даже больше на людях. Знаешь, по-моему, они это тестируют в режиме, типа, ну, у нас какая-то фигня делается, ну, прошел год, они такие, а, у нас же там фигня какая-то делалась, давайте выпустим. Что? Мы где-то там зарелизировали. Как она там называлась? Там, не знаю. Identity. Identity. Да плевать, так и называем, выпускаем, что это вообще, кто это, зачем это. А, ладно, давайте снимем классный трейлер, где чувак в капюшоне такой. Я классный, я чувак, я в капюшоне, я смотрю в мобильник, ко мне подошли гопники, я их побил. Я такой классный. Знаешь, только он должен не в капюшоне ходить, а в Федоре, чтобы вот так. Вот, теперь, знаешь, на самом деле, Ubisoft для имиджа осталась одна вещь только. Анонсировать нового принца. Beyond Good and Evil 2. Не, анонсировать нового принца. Принц никому не нужен. Beyond уже анонсирован. Про Beyond вчера была новость, что Мишель Ансель такой, ты же понимаешь, что Мишель Ансель в Ubisoft уже не работает. Но он на полставочки там, да. Он делает wild. На полставки. Ладно, есть надежда на то, что на этой и-три мы наконец-то увидим. то есть, две вещи, которые прям вот Ubisoft сделают пупсиками. Это Good and Evil для Артемия и Новый принц для меня. Договорились? Я не знаю, я сейчас хочу, нет, я просто сейчас хочу потроговаться немножко. Ладно, я в следующий раз вспомню, наверное, завтра приду и скажу, что я хочу от Ubisoft. Я не буду с тобой тогда уже торговаться. все, я только так согласен. Что это за гнусная попытка набить себе цену? Поехали дальше. Вы это видели, да? Все, пора заканчивать. Больше про Assassin's Creed нам сказать нечего. Мне есть чего. Давай. Давай, Артемий. Не скажу. What? Все, заканчиваем. Всем до свидания. Артемий, тебе тоже. Рад был тебя видеть. Что, мне уже уезжать? Да. Черт. Вот. С вами были Артемий Козлов, Рутан Снеградзян, Павел Болоцкий. Обязательно встретимся с вами завтра утром. Завтра обязательно встретимся, я никуда не ухожу. днем на трансляции. Я и сейчас тоже никуда не хожу. Ты уже выключил, да? Нет. Тогда давайте я скажу всем до свидания. Да, говори. До свидания.